В 2016 году произойдут изменения с выплатами пенсии. Предстоящая индексация страховых пенсий в феврале 2016 года будет распространяться только на тех пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли трудовую деятельность. Пенсионеру, который прекратил работать в период с 1 октября 2015 года или прекратит еще работу до 31 марта 2016 года, предоставлено право сообщить об этом в пенсионный фонд. Для этого он должен обратиться к нам с заявлением и предоставить подтверждающие документы об увольнении. И расчет пенсии данному пенсионеру будет произведен со следующего месяца, но естественно не ранее 1 февраля 2016 года. Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и подавать заявление с соответствующими документами в пенсионный фонд гражданин может по 31 мая текущего года. Со второго квартала 2016 года для работодателей будет введена ежемесячная упрощенная отчетность и факт осуществления работы будет автоматически определяться пенсионным фондом на основании ежемесячных данных работодателей, которые будут отражаться в базе персонифицированного учета. Прием заявлений будут осуществлять все клиентские службы. Обратиться также можно будет через многофункциональные центры, как в городе Кургане, так и в тех районах, где работают уже многофункциональные центры. На сегодня к нам обратилось уже более 1300 пенсионеров и сообщили нам о том, что они прекратили работать после 30 сентября 2015 года. Что касается индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров, то в феврале этого года они будут повышены на 4%. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены на 4% в апреле 2016 года всем пенсионерам, независимо от факта работы. Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года будет произведено увеличение страховых пенсий, исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более 3 пенсионных баллов. Таким образом, Пенсионный фонд России рекомендует всем пенсионерам, получателям страховых пенсий, которые прекратили трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, своевременно подать заявление в Пенсионный фонд России для получения страховых пенсий с учетом февральской индексации. Телеканал Шадринфо по материалам информационного агентства Курганру.